всем привет меня зовут света и вы находитесь на моем канале я рада приветствовать вас и рада что вы смотрите очередное мое видео в одном из своих недавних видео я показала вам распаковку с пряжей которую я заказала в инстаграм пряжа многим девочкам понравилось я обещала связать образцы и в общем за это время я работала над этим и связала образцы из этих видов пряжи сейчас мы с вами их рассмотрим до того пока я их постирала сейчас я вот это вот девочки полухлопок был сейчас я зачитаю характеристики чтобы вы могли вспомнить и понять что имя за пряжей какой образец из нее получился так хлопок хлопок 50 процентов пан 50 процентов 1500 метров на 100 грамм ну и цена соответственно вот такой вот девочки полухлопок и так у меня было два цвета вот этого полухлопка вот этот цвет назывался и крю а этот цвет назывался таким странным названием то в общем я не стала вязать образцы и из этого и из этого а связала только из пряжи вот этого цвета так как мне было очень интересно как будет смотреться цвет этот ясно получится очень хорошо цвет и светлый да на нем все ясно а вот темный меня вот как бы немножечко смущал и поэтому я попробовала вязать из него и вот что у меня получилось так вот такой вот образец подвинем эту пряжу и подставим к свету так ну вот девочки пряжа то упал полухлопок еще раз напомню я вязала спицами номер два я вязала спицами номер два набирала сюда 35 петель и в общем вязала 3 нити девочки вот как видите вот здесь наверно хорошо видно я вязала в 3 нити и пользовалась этим метом методом когда вяжут из одной бобины то есть сразу в 3 нити сначала я попробовала вязать платочную вязку потом лицевую тут у меня немножечко ажурного узора дальше идет вот такой вот узор так резкость вот такой вот узор звездочки это довольно давно известный мне узор я вязала им давно уже сейчас как бы немножко подзабыла но вот вспомнила решила попробовать и резиночка 2 на 2 так ну что могу сказать конечно для той вещи которую я хотела вязать 3 нити будет тонковатый а вот в 4 было бы в самый раз я даже ниточку вот здесь девочки не оборвала так как дальнейшем я этот образец конечно же распущу и возможно мне не будет хватать буду использовать в работе и хочу попробовать еще образец сделать в 4 нити но вряд ли я его уже буду вам показывать просто это для себя будет образец я хочу посмотреть как он будет ложиться сейчас образец еще без вто без стирки и вот хочу вам показать как ложатся петельки смотрите что можете сказать так а резкость довольно ровные одинаковые петельки легко вяжется гладко все ажурный узор тоже получается чудесный вот такая вот рельефная вязка классная резинку держит хорошо если бы был 4 нити было бы еще лучше платочная вязка прям вот классно смотрится можно какую-нибудь вещь прям вот только платочной вязкой связать вообще будет прям изумительно и при том в при этом при всем при том что образец еще и не отпарен девочки и не поглажен я попробую его погладить и покажу вам но сейчас уже у нас довольно поздно я эти образцы буду стирать и гладить завтра завтра я в общем это видео объединю и вам тоже обязательно покажу после обработки как будет смотреться на ощупь мягкий вот если вы видите вы наверно не знаю мне кажется вот я сейчас щупаю вам также передается на ощупь очень мягко приятное на тело будет приятно и подойдет для вязания детям если взять соответствующие цвета хотя сейчас из таких цветов тоже очень много вяжут детям модно красиво шикарно получается в общем у меня две такие пряжи я связала образец только из вот этой темной я даже не могу сказать девочки он коричневый черный коричнево-серый скажем так примерно такой цвет я даже не могу вам точно сказать какой это цвет примерное сочетание серого с коричневым как-то вот так вот но цвет называется тап и пусть будет тап а этот и крю я думаю из этого цвета тоже очень классно получится в общем вот такой образец у меня получился и сейчас давайте с вами посмотрим какие образцы у меня получились из других видов пряжи по пряже что хочу сказать нравится очень нравится вязание еще больше понравилось буду покупать однозначно для вязания этого образца я вязала в 3 нити на спицах номер два набирала 35 петель и вязала вот этими вот разными узорами также 35 рядов сейчас мы измерим и посмотрим сколько же это в сантиметрах так ширина 10 с половиной сантиметров это у нас 35 петель и в высоту 10 сантиметров и также 35 рядов но тут видите вот немножечко как бы сжимается вот эта ажурная вязка то есть если ее расправить я думаю тут увеличится но посмотрим после в то как изменится мой образец так ждем результатов после стирки следующее что хочу вам показать это была вот такая пряжа релакс девочки стопроцентный акрил 1500 метров на 100 грамм цвет золотой песок у меня 600 грамм вся вся пряжа по 600 грамм производства этой пряжи турция и так у меня были цвета золотой песок королевская роза и лесной орех вот из этой пряжи лесной орех я и связала свой образец вот что у меня получилось это все одна и та же пряжа но я не стала из всех цветов вязать так как у меня очень много всяких процессов и работ не хотела отнимать время так покажу поближе смотрите девочки вязала этот образец в 5 нитей вот здесь вот видно соединяла таким же способом как и предыдущий образец то есть из одной бобины когда сразу вяжут в 5 нитей и решила попробовать разные вот вязки тут у меня с платочной вязки сначала идет потом лицевая гладь здесь у меня небольшой такой небольшая дорожка ажурных петель и в шахматка это как бы я пыталась здесь проверить как будет смотреться синевой узор и здесь у меня резиночка один на один так вот он смотрится с изнанки вот и мои впечатления пряжи на ощупь девочки очень похоже на ализе диву единственная дива она скрученная пряжа а здесь получается мы вяжем в 5 нитей вяжется гладко легко все идет мягко петельки ложатся достаточно ровно вот сами посмотрите причем ложатся они ровно не только в лицевой глади но и в платочной вязке и во всех остальных видах вязки вот этот ажурный азор тоже классно получается вязал на довольно тонких спицах номер два для пряжи в 5 нитей я думаю они тонковаты и тем не менее все шло прям гладко очень приятно вязать очень понравилось в изнаночной глади тоже классно смотрится посмотрите ну нету рядности практически нет рядности вот так ажурный узор выглядит вот изнаночной стороны очень понравилось жалею что не взяла эту пряжу еще как очень много уходит денег на доставку надо было мне взять еще там был цвет девочки такой салатовый цвет желтый и хаки вот хаки прям вот очень классно и сейчас думаю взять бы мне еще и желтый возможно и возьму не знаю но не смотрится пряжа как стопроцентный акрил смотрится хорошо классно смотрится не хуже чем некоторые виды дорогой пряжи вот и также к тому же она очень мягкая и очень приятная на тело я человек очень щепетильный в отношении колкости и какой-то жесткости и вот это вот как моя мама говорила стеклянная да одежда когда стеклянная одежда когда такое так много синтетики что она кажется такой благонепроницаемой воздухонепроницаемой что ее тяжело носить и я бы и я бы не смогла надеть если бы мне она как бы неприятно было на тело а тут я уверена что мне ее приносить будет очень приятно жалко что у них не так много цветов этой пряжи было бы больше я бы взяла вот такой образец завтра этот образец я буду стирать и гладить и потом когда он высохнет опять вам покажу что изменилось в лучшую и худшую сторону и какое мое впечатление тоже расскажу для того чтобы связать этот образец я набирала 30 петель и вот вязала платочной вязкой и вязала в высоту 40 петель вместе со всеми вот этими вот петлями платочной вязки тоже так сейчас мы измерим и посмотрим изменения высоту 40 рядов и у меня 10 с половиной сантиметров и в ширину 30 петель и 10 сантиметров и здесь у меня еще раз 10 с половиной и так здесь у меня 40 рядов и 10 с половиной сантиметров 35 петель и 10 сантиметров завтра посмотрим что изменится хотя если его можно так же как и диву парить и она будет расширяться хотелось бы конечно этот вариант тоже попробовать посмотрим и последний мой образец был связан из вот такой пряжи пряжа называется визу 85 процентов акрила 15 процентов па 700 метров 100 граммах цена так и цвет называется светлая пудра вот такой вот приятный цвет практически у вас он передается так как есть так все образцы я вязала на вот таких вот укороченных спицах номер два вот они у меня как раз в этом образце остались так сейчас так уберем спицы сейчас я вам покажу образец вот что получилось поближе так ну что девочки меня в основном интересовало как будет смотреться лицевая гладь и меня удовлетворяет удовлетворяет этот образец лицевая гладь получается хорошая немножечко есть рядность но я думаю при в то и при стирке эта рядность уйдет очень приятная мягкая мегусенькая ниточка гладко ложится петельки лежат хорошо ну вот как видите если пройдет в то я думаю они будут прям вообще гладенькие платочная вязка классно смотрится резинка я тоже думаю вот на ощупь я думаю классно с изнанки девочки вот так вот она выглядит с изнанки этот образец связан в две нити вот в две нити спицами номер два еще раз напомню что почему я вязала такими тонкими спицами потому что я вижу очень слабо и мне всегда нужно взять брать спицы меньшего размера для того чтобы вязка не получалось рыхлой а такой именно как мне нравится как видите вот выходит вот такой пушок похожий на ангуру вот что-то такое видите я не знаю как получается этот пушок из акрила и из пана но тем не менее он смотрится довольно натурально так вот посмотрите вот где мой палец вот здесь вот видите какой пушок классный так резкость вот посмотрите как классно такая интересная ниточка такое ощущение что ты похожа на норку ну конечно у норки больше пуха но как-то вот в начале здесь тоже особо не видно этого пуха пух выходит потом в процессе вязания и я так удивилась когда увидела вот такой вот пушок мне казалось просто будет как похоже на байку но однако получается такая вот интересная ниточка вот здесь тоже видно и сейчас мне интересно вот если я его постираю пропадет ли вот этот пушок или его станет еще больше и как расправиться вот эти петельки очень хоть хочется чтобы они расправились были гладкими и я думаю из этой пряжи получится просто изумительная французская кофточка мягкая и нежная но вряд ли конечно здесь хватит на свитер хотя из него можно было бы связать худи там или свитер какой-то мягкий зимний одевать под пуховик зимой хотелось бы конечно но думаю сомневаюсь 500 грамм у меня здесь вот хотя по метражу конечно можно высчитать или по образцу возможно я так и сделаю но так как я еще не определилась тем что я буду вязать именно из этой пряжи пока что у меня будет просто образец он меня будет вдохновлять давать повод для какой-то идеи и я буду работать над тем что делать дальше как воплотить в жизнь идеи которые в большом количестве роятся у меня в голове вот такие вот девочки образцы если для вас интересно или вы хотите знать мои рекомендации по этой всей пряжи скажу вам одно рекомендую для тех кто любит бюджетную пряжу и неплохого качества это то что надо также я у себя в инфобоксе подпишу ссылку на магазин пряжи то есть он работает в инстаграм и вконтакте доставка быстрая хорошая удобная многие девочки оказывается уже и пользуются и покупают пряжа недорогая кроме вот этой пряжи которую я купила у них также можно приобрести пайетки них можно приобрести лен полухлопок меринос с акрилом шерсть с акрилом довольно много всякой пряжи так что девочки кому это интересно пожалуйста не пожалеете закажите пользуйтесь вяжите радуйте себя и своих близких по размерам образца девочки набирала 25 петель и вязала 20 рядов вместе с вот этими вот петлями то есть рядами платочной вязки сейчас я вместе с вами померю его и завтра мы сравним когда я уже постираю и так высоту 20 рядов и у меня здесь шесть с половиной сантиметров и в ширину у меня 25 петель и здесь где девять девять с половиной сантиметров завтра когда этот образец пройдет обработку мы посмотрим как он изменится по размерам шесть с половиной девять с половиной и так всем привет очередной раз сегодня уже следующий день точнее уже он идет завершению и я занималась после работы тем что стирала и гладила свои образцы сначала я их постирала они высохли а потом погладила сначала погладила сухим утюгом а затем не захотелось посмотреть как будет вести себя пряжа если я буду ее слегка отпаривать я точечными паровыми ударами утюгом на расстоянии примерно 5 сантиметров их отпаривала и вот результат того что у меня получилось вы сейчас видите на своих экранах хочу сказать что пряжа стала немножечко тоньше совсем чуть-чуть пряжа выровнялась стала еще более мягкой как видите вот она довольно довольно такая мягкая и гибкая вот этот вот ажурный узор выровнялся то есть вчера он был так немножко присбаривал мой образец сегодня он как видите выглядит довольно гладко вот этот узор он вот видите как бы девочки немножечко стягивает весь образец хотя количество петель остается тоже самое и петельки еще более выровнялись стали одинаковые как видите нет и в помине никакой рядности никаких кривых или каких-то петелек вязала обычным способом вот эту лицевую гладь то есть говорят там какие-то бабушкины петли да наверное я вязала все такими этими бабушкиными петлями точно я путаюсь в них если честно вот такой вот образец получился после стирки пожалуйста девочки если вам интересно мое мнение пряжа хорошая даже очень хорошая могу сказать так что касаемо бюджетной пряжи кроме того есть и многие виды довольно дорогой пряжи которые принципе ведут себя точно так же так образец выглядит с изнанки так сейчас я его померю и посмотрим как он изменился как он изменился раз по размеру как я беру сантиметры сейчас мы измерим вами с вами и посмотрим как изменился наш узор по размерам так высоту 10 сантиметров но возможно еще там грубо говоря 10 с половиной сантиметров вот как видите я мерю самого начала 10 с половиной сантиметров вытянулся совсем не намного на пол сантиметра так и здесь 11 сантиметров здесь он вытянулся получается на сантиметр а вот здесь вот как я вам говорила он немножечко стянут видимо из-за узора и здесь он остался также 10 сантиметров так что возможно это из-за узора немножечко изменился вот этот вот размер а также еще возможно потому что я вязала в 3 нити довольно тонко и еще к тому же использовала все для всех образцов довольно тонкие спицы 2 миллиметра возможно для этих узоров можно было бы взять спицы побольше но не знаю хотела попробовать вот так вот вот так у меня и получилось сейчас мы посмотрим как изменился после стирки следующий образец вот так выглядит после стирки следующий образец который я вязала из пряжи релакс пряжа цвет у девочки у пряжи лесной орех как видите он вот такой вот на экране сейчас смотрится как немножечко золотистый в принципе он почти такой же есть и вот посмотрите какой он стал после стирки стирала я его следующим образом сначала постирала слегка мяло руками затем высушила потом погладила сухим утюгом и потом уже чтобы посмотреть как будет вести себя пряжа точечными паровыми ударами на расстоянии примерно 2-3 сантиметра я его отпарила и потом опять сухим утюгом утюгом немножечко погладила и вот такой образец получился смотрите как классно лежит нитка посмотрите какие ровные все петельки как красиво смотрится узор и как красиво смотрится вот этот вот теневой узор вот к сожалению вот эта резиночка один на один девочки мне не очень нравится но при желании если кто-то захочет вязать резиночку один на один можно вязать перекрещенными петлями вот эти вот лицевые я думаю будет смотреться очень классно принципе он довольно неплохо смотрится и с изнаночной стороны смотрите как хорошо он смотрится вполне можно использовать изнаночную гладь вязание какого-либо изделия мне кажется да он стал немножечко тоньше но по качеству никак не изменился в худшую сторону то есть мне кажется что он стал намного лучше вязка очень мягкая приятная на тело прям вот на этих девочки какая-то гладкость нежность такая приятная на тело не ощущается никакого акрила абсолютно похоже на хлопок но хлопок если он мисс мир серизованный он же девочки такой немножечко грубоватый а вот в этом образце это пряжа очень мягкая ну и конечно это не хлопок это стопроцентный акрил вязала я в 5 нитей вот вот как видите в 5 нитей и также вязала спицами номер два конечно можно взять спицы потолще для тех у кого более-менее нормальная вязка но так как я вижу очень рыхло я беру всегда спицы маленькие вот такой вот получился образец мне очень и очень нравится и вот так вот смотрится образец после стирки из пряжи визу в составе акрил и полиамид но они такого качества что есть небольшой пушок но это принципе я уже рассказывала не буду повторяться так вот после стирки принципе пряжа особо не изменилась девочки я и не отпаривала этот образец я только слегка погладила видите как видите осталась небольшая рядность возможно это зависит от спиц но не думаю что от качества пряжи хотя смотрите девочки ниточка довольно неоднородная по своей структуре вот как видите она ровничного типа такая и местами она потолще незначительно а местами она совсем тоненькая идет и так как у меня две нити возможно вот эта толщина как бы перемежается местами и получается вот такие вот неровные петельки видите вот но не знаю это мое мнение мне кажется что это вот именно из-за качества пряжи вот такой образец сейчас покажу вам с изнаночной стороны вот видите возможно и все-таки из-за спиц не могу сказать может быть стоит связать еще один образец и попробовать использовать вязки какие-нибудь небольшие узорчики не знаю возможно сделаю или когда может какое-то изделие когда подберу уже буду вязать и тоже буду вам показывать что будет получаться пока что идеи для изделия из этой пряжи у меня нет точнее идей много и хочется и то и это но надо же определиться и выбрать что-то одно на ощупь пряжи такая же мягкая такая же нежная с таким же небольшим ворсом очень приятная к телу на ощупь как видите довольно эластичный образец и вполне можно вязать вещи которые будут непосредственно прилегать к телу так как очень приятный к телу вот такие вот у меня получились результаты после стирки иглашки моих образцов